Всем привет, с вами снова Сердый Лис, и давным-давно я хотел начать делать более серьезные блоги, нежели я делал сейчас. Блоги, которые я делаю сейчас, это обсуждение чего-то, ну, что происходит вообще в мире и прочее. Но теперь я решил делать их более серьезно, более серьезно к ним относиться, ибо на самом деле это реально серьезная штука, и, ну, это как-то такой немного не слишком сильно блог или влог, и это совсем какое-то другое немного ответвление, чем интернет-дневник и видеоинтернет-дневник. И в таких вот видео я, наверное, буду с вами говорить о каких-то более-менее серьезных вещах, о людях и с какой стороны они себя проявляют. И, собственно, первое, вот сейчас, который влог, который реально серьезный для меня, это тоже очень серьезный, серьезной темой. И, собственно, я давайте вам, собственно, расскажу, что же это за такое, за такая тема такая у меня. И, собственно, тема такая, что есть типа, возможно, и реально есть такая, а голосование реальной премии Music Box. Если честно, впервые вообще слышал о такой штуке, но, возможно, это и правда реально, реальные там награду, такую можно получить за то, что типа ты реально хороший там блогер, певец, просто там подобное. И, собственно, в чем же прикол этого сайта? Прикол в том, что, во-первых, ну, он довольно-таки сильно, как я понял, он довольно-таки сильно как-то сотрудничает с Anidab. Сотрудничает с Anidab, но и при этом я буду, кстати, вставлять какие-то картинки, ну, в скриншоты того, что вы должны точно видеть. На, собственно, сайте realmusicbox.ru, который говорит то, что это реальная премия Music Box 2015, и государственное, которое награждение придет в государственном кремлевском дворце, как я понял. Собственно, чего, что я хочу реально сказать. Как написано, Music Box это International Music Television, то есть интернациональное что-то, реально такое типа очень крутое. Но это как бы сразу опровергает ссылка на этот сайт. Дело в том, что у любых интернациональных сайтов, межконтинентальных сайтов, даже так скажем, да вообще просто все, просто не интернациональных, в чем можно больше ничего не говорить. У всех интернациональных сайтов в ссылке написано .com, префикс, собственно, то, что commercial, то есть для всех, то есть это общий сайт, то есть он для всех народов. То есть как бы .com и, значит, все, это интернациональные, можно межконтинентальные и прочее. То есть youtube.com, google.com, прочее, прочее, прочее. То есть это такие вот межконтинентальные, даже vk.com уже, потому что ВКонтакте уже пользуется довольно-таки много, как там всяких американцев из других народов и прочее там всякое разное. Много кто пользуется, если честно, ВКонтакте, и, собственно, он уже перешел на .com, потому что, как я же сказал, он интернациональный. Но сайт, сама ссылка на сайт realmusicbox.ru, то есть это уже показывает, что это не интернациональный, не межинтернациональный сайт, это просто русский сайт на каком-то домене. Собственно, когда, если бы покрутить ниже, то можно увидеть кандидаты на какие-то как бы премии. Певец года, певица года, диджей года, группа года, рок года, хип-хоп года, песня года, видеоклип года, альбомы года, дэнс года, рискрутка года, прорыв года, дуэт года, креатив года, блогер года, вот об этой теме поговорим, собственно, ну, о других тоже. И GOLD, номинация телеканала Musicbox. Я вам сейчас зачитаю чуть-чуть из некоторых, собственно, номинаций. Собственно, например, давайте возьмем рок года. На первом месте Нервы, на втором месте B2, на третьем месте Наргиз, на четвертом месте Сплин. Повторюсь еще раз, как называется этот сайт? International Music Television. Интернациональная музыкальная телевизионщина. Почему среди всех, среди певцов, певиц, диджеев и дальше, 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 только рус, только жители стран СНГ? Почему только жители стран СНГ? Какое может быть интернациональная музыкальная телевизионщина, если это СНГшная музыкальная телевизионщина? Интернациональной она вообще не может быть. Почему я сразу сейчас скажу? Потому что, как уже давным-давно показала история, Россия, во-первых, просто скажем так, Россия, она как бы, вот знаете, то, что в России живут много разных народов, то есть это там всякие узбеки, казахи, монголы, турки. Много-много кого живет в России, и кто живет в России, он уже не монгол, не турк, это он русский. Он здесь, он живет в России, если он во втором поколении живет в России, в первом, он уже живет в России, он уже русский. Потому что Россия, как уже показала история, это самая объединяющая страна, которая только вообще существует на планете. Потому что реально, сколько просто народов живет в нашей стране, и они все едины, поэтому все русские. Поэтому считать то, что конкурс, ну такая премия на кандидаты вот такие вот среди русских, это считается интернациональным розыгрышем, уже как бы намекает то, что у самих авторов сайта или этой премии, во-первых, что-то не так с головой. И, собственно, я еще дальше покажу, что еще не так с этим сайтом. Дальше. Я не буду говорить про то, что можно зарегистрироваться на сайте realmusicbox.ru. Посмотрите еще раз. Интернационального музыкального, музыкальной телевизионщины через ВКонтакте. Ну вот это как бы, я понимаю, то, что типа современность ВКонтакте самая доступная, но как бы ВКонтакте-то не связан никак с интернациональной музыкой и телевидением. Вообще никак не связан. Я попозже еще скажу насчет того, сколько проголосовало вообще в сумме на этом сайте. Потом все раз еще просто, еще раз повторю, интернациональное музыкальное телевидение. Ладно. Кстати, на этом сайте можно купить также билет. Кстати, давайте сейчас посмотрю, кстати, цену, потому что я еще не смотрел. Давайте посмотрим на эту цену. И я не вижу. Тут, видимо, надо им названить. Да, видимо, надо звонить и призывать курьера, либо картами, электронными деньгами. То есть даже... А, нет, вот, вот, есть. А как? Вот прикол в том, что как бы не сказано, какая цена. То есть типа можно нажать кнопку купить, а вот то, сколько стоит, вообще не написано. То есть дальше больше странностей. Причем, кстати, на concert.ru. 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 Для интернационального музыкального телевидения Music Box, о котором я слышу впервые. Я слышу впервые, ребят. А ведь я очень сильно так увлечен музыкой и люблю смотреть на всякие вручения, наград музыкантам, певцам, диджеям. Я очень люблю это смотреть. И я впервые слышу про Music Box. Интернациональное музыкальное телевидение. Впервые слышу. Ну ладно, сейчас мы не об этом. Давайте теперь уже я вам скажу, собственно, сколько проголосовало на сайте интернационального музыкального телевидения. Скажите, наверное, там, наверное, около 3-4 миллионов, наверное, может даже больше. Ведь это интернациональное музыкальное телевидение. Я вас спешу очень сильно огорчить. Это не 5 миллионов, не 10 миллионов, не 5, не 4, не 2, не 1. Это 547 134 проголосовавших. Причем, как показала практика общения с некоторыми проголосовавшимися, я их нашел, кстати. А большинство из них проголосовало по 3-4 раза. Ибо на этом сайте можно голосовать один раз в день, а на следующий день прийти и еще раз проголосовать. На интернациональном музыкальном телевидении. На сайте интернационального музыкального телевидения. С выдачей реальной премии Music Box 2015. Как сочетается с фразой реальная премия и накрутка голосов, я не знаю. Возможно, я что-то не понимаю в реальных премиях Music Box, интернационального музыкального телевидения. Но, собственно, давайте дальше. Во-первых, обратите внимание на количество кандидатов. Блоги. Вот смотрите, вспомните, кандидаты на блогеров. Вы знаете, много-много блогеров есть. Это... Кто там есть блогеры? Вот та же успешные группы, многие блогеры. Многие ютуберы-блогеры. Это Иван Гай. Кто там дальше еще есть у нас? Иван Гай, Катя Клэп, Саша Спилберг. И много-много еще кто друг остальных. Даже... А, Стинт. Стинт тоже блогер. Кто еще? Пьюдипай. Пьюдипай. Почему Пьюдипая нету в списке? Интернациональный... Реальный премии интернационального музыкального телевидения MusicBox? Почему его нету в списке блогеров? А я вам напомню сразу, кто такие блогеры, если вдруг вы забыли неожиданно. Блогер... Это человек, который ведет интернет-дневник. Или производит какие-то интернет-события. Ну, точнее, это... Ну, да, это блог. А есть еще влог. Влогеры. И... Влогеры это уже видео. Видеодневник для интернета. И как бы... Что бы вам так сказать? Посмотрите на того, кто лидирует в списке. И посмотрите, насколько проголосовала. Алена Каренина. Кокорина. Алена Кокорина. 71467 странных голосов. Смотрим второе место. Катя Клэп. Вспомните Катю Клэп. 3,5 миллиона подписчиков. Сколько полосовало? 17882. Вчера, когда я заходил на сайт, было 17881. Когда вчера я заходил... Смотреть, сколько у Алены Кокориной. У нее было 66 тысяч с лишним. Сейчас 71 тысяча. И я еще расскажу то, что... Что, скорее всего, во-первых, этот сайт работает с Аленой Кокориной. Во-вторых, возможно, этот сайт работает и станет дабом, который, к сожалению, пал в моих глазах с этого дня. И, честно, какое-то у меня уважение к кандидабу самому пропало уже. Но, собственно, ладно. Я уважаю больше тех, кто озвучивает. Хотя... Но я, кстати, скажу сейчас еще раз. Вот Алена Кокорина. Алена? Алена Кокорина. Вот вы знаете, кто такая? Кто такая Алена Кокорина? Вы знаете... Не знаю. Нику Ленину. Нику Ленину знаете? Алена Кокорина — это Ника Ленина. А теперь посмотрим на тех, кто... Остальных, кто записан здесь. Катя Клэп, Саша Спилберг, Эльдар Джарахов, Никита Лол, Саша Капустина. И дальше, 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 дальше. Дело в том, что, как бы, Алена Кокорина на первом месте. Ее не знает практически никто, кроме анимешников. Я анимешник, я ее тоже не знал. Я не знал. Я анимешник, я ее не знал. Ну, черт говорю. Ее не знает никто из нормального мира. Никто. Те, кто связан с Санит Дабом, ее знают. Кроме меня, видать. И остального половины. Общества Недаба. Ее знают все, кроме обычных людей. Обычных смертных маглов, может быть. И еще раз повторюсь. Катя Клэп. Три с половиной миллиона подписчиков. Саша Спилберг на четвертом месте. Два с половиной миллиона подписчиков. Я сейчас не поленюсь. Найду ответ, который мне дали с ссылкой на, собственно, ютуберский канал Алены Кокориной. Собственно, я даже это... Я даже не устану. Я это специально сделаю. Я вот сейчас просто найду, чтобы вам точно просто сказать, сколько у нее подписчиков. Да, вот я нашел. Энн Ленина. Это Ника Ленина. Она снимает... Ой, вот она дабер на Недабе. Дабер на Недабе. Заткнись, Ника Ленина. Так, случайно включил видео, но вы этого не услышите, конечно же. И, собственно, еще раз говорю. Катя Клэп. Три с половиной миллиона подписчиков. Саша Спилберг. Два с половиной миллиона подписчиков. И беспретендентная, лидирующая, попедоносная Ника Ленина или Алена Кокорина. Как вы думаете, сколько у нее подписчиков? Может, четыре миллиона раз она так побеждает? Или, может, даже пять целых? Может, она уже догнала PewDiePie по подписчикам? Не смешите. У нее подписчиков меньше, чем у среднестатистического ютубера. У нее подписчиков меньше ста тысяч. У нее подписчиков точное число шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят восемь. Три миллиона с половиной? Вот в левом рынке три миллиона с половиной сколько проголосовало? Семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два. В правом углу ринга Ника Ленина шестьдесят пять тысяч подписчиков с половиной. Точно надо. Сестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят восемь. Поголосовавших больше, чем подписчиков. Почему? Потому что половина тех, кто голосует на этом сайте, как я уже еще рассказал, накручивает и по три-четыре раза голосует. И получается так, что человек, никому неизвестный, шестьдесят пятью тысячами, четыреста восьмидесяти восьмью, выигрывает в реальной премии интернационального музыкального телевидения мюзикбокс с отрывом в свыше, чем пятьдесят тысяч голосов. Я хочу сказать только одно. Серьезно. Я, конечно, человек довольно-таки умный и бдительный в этом плане. И как бы сразу видел подвох, потому что даже Эльдар Джарахов на восьмом месте с тысячу пятисто семидесяч четырьмя голосами. Но, собственно, давайте не будем, собственно, довольно сильно унывать. И, собственно, может быть, все не так уж плохо. Может быть, у Кати Клэп просто невнимательные фанаты и не голосуют за нее. И, может быть, Ника Ленина переманила этих фанатов на свою сторону. Ой, фанаток. Фанатов у Кати Клэп не особо-то много. Как мы видим, количество просмотревших на канале Ники Лениной насчет того, что она участвует в Real Music Box 2015 интернациональном музыкальном телевидении премия просмотрела 71 тысячи девятьсот тридцать три. 71 тысячи три. Подписчиков 65 тысячи триста восемьдесят восемь. То есть по количеству просмотров видно то, что, во-первых, она раскрутила это видео где-то. Почему я говорю именно раскрутила, а не то, что, типа, оно настоящее? Потому что у всех остальных видео среднее количество просмотров 30-50 тысяч подписчиков. А в те видео, которые выходили в группе Анидаба, у них по восемьдесят или даже сто десять тысяч подписчиков. Некоторые, кстати, видео обычные, то есть для смертных, видимо, а всего лишь набрали восемнадцать тысяч подписчиков. Ой, подписчиков просмотров. Восемнадцать тысяч просмотров. Но будем говорить нормально. Real Music Box 2015 Николенина Channel. Я настолько нервничаю, что нож вылетел из рук. Семьдесят тысяч посмотревших. Конечно, я понимаю, возможно, рандомные посмотрители. Зрители. Зрители. Рандомные зрители перешли посмотрели там Real Box Music может кто-то так же как я искал правды. И собственно можно даже зайти на это видео и ну кстати потом о чем я еще очень сильно хотел поговорить с вами это тоже я вам я должен сказать и вот собственно что написано на собственно сон написала в комментариях под этим видео своим заранее спасибо всем за поддержку победить у нас вряд ли получится но заявить о себе легко анимешники должны держаться вместе и я вам больше скажу насчет анимешников на недобе и собственно самого недоба ну что ж давайте перейдем теперь на канал Кати Клэп вот к примеру просто пусть это будет Катя Клэп вот просто Катя Клэп наверное самая популярная блогерша среди всех что там есть я даже скажу сейчас точно не хочу я смотреть видео точное количество подписчиков 3000 ой 3 миллиона 369 138 подписчиков заходим собственно в видео и нету ни одного видео а собственно вот в этом реальный об этой реальной премии Musicbox собственно что указывает на то что Катя Клэп и не знает о своем участии ищем дальше Саша Спилберг я не помню она пишется по-русски да пишется ну по-английски у нее не пишется ну ладно закашлялся уже 2 миллиона 410 тысяч 410 65 тысяч подписчиков тоже зайдем посмотрим есть ли у нее видео так романтические истории все одно мгновение и вот дальше уже 2 недели назад но тогда этой премии не было не было премии и нету видео Саша Спилберг ладно кто там дальше у нас участвует например дайте Эльдара Джарахова потому что из всех остальных это единственный кого я знаю вы знаете например Никиту Лола я не знаю Иван Ермаков Эдварда Тева Наташа Солнце вообще если я бы увидел номинацию блогер года я бы понял что там должны быть в основном только девушки здесь девушки я кстати посчитаю сейчас 1 2 3 4 Нюта я не знаю но я считаю как девушку Нюта 4 5 6 7 вот Майя Водопьянова я вот это Майя Водопьянова это самый странный я не знаю что это вообще такой блогер это 7 7 номинации вообще 24 на блогера года среди всех блогеров 24 еще раз среди всех блогеров вообще среди всех со всего мира еще раз потому что это интернациональное в если вот сейчас кто-то поспорит типа интернациональное это международное то я как человек смысл реально в английском то я скажу интернациональное в понимании американцев и англичан знаете что такое это межконтинентальное то есть это вообще между всеми народами между всеми жителями планеты ну между всеми конкурентами вообще по сути то есть тут я как говорил уже должен быть стинт ивангай пьюдипай еще может какие-то там забугорные блогеры которых я правда тоже может не знаю потому что я видео забугора редко смотрю но иногда так посмотрю какие-то видео чтобы чисто там не забывать английский язык скажем так ну и здесь куча непонятных мне имен нюта я не знаю кто это такая или такой я не знаю может это мужчина какой-то там потный жирный мужик 50-летний я не знаю кто такой нюта такая такое кто такой нюта я не знаю кто такой Никита Гриценко за которого кстати проголосовало очень мало людей это всего лишь 135 на сайте международного музыкального телевидения я вот не знаю сколько раз еще буду повторять эту фразу международное музыкальное телевидение дальше я не знаю Эдварда Атэву еще а Наташу Солнце не знаю Боже я сейчас умру Наташу Солнце не знаю Никиту Лол Никита Лол Майя Водопьянова дайте сейчас даже попробуем Майя Водопьянова введем вот Майя Водопьянова может реально есть такой вот кстати у меня сразу показало типа есть такой и кажется я знаю кто это нет я вообще без понятия кто это реально вот я сейчас без понятия это может не тот канал даже ладно вот какое-то видео для Майя Водопьянова я не буду его смотреть автор рисунков Майя Водопьянова я не знаю кто такая Майя Водопьянова давайте введем в гугле Майя Водопьянова вот вы наверное видите все мои поиски которые сейчас происходят на экране Майя Водопьянова окей нашли собственно ВК Майя Меатриска это Мийок значит Мийок Мийок зайдем на канал Меатрис я знаю этот канал я на него подписан я знаю я знаю что на этом канале снимается я не помню сколько подписчиков давайте просто зайдем и посмотрим это количество подписчиков Меатрис я помню ее так Меориси да Меориси ТВ это ее последний сейчас канал который собственно на котором она ведет активность кстати я не знаю почему я не подписан 171 тысяча подписчиков я даже вот покажу где тут Майя Водопьянова находится на 19 месте у нее 181 тысяча подписчиков 181 и на первом месте находится Алена Кокорина у которой 65 тысяч подписчиков на ноль лидирует серьезно давайте еще посмотрим кого это Юра Музыченко Юра Музыченко Юрия Музыченко так окей нашло у нас сразу же страницу ВК нашло страницу ВК конечно же и собственно что у нас это за человек такой ну видно что скорее всего он женатый да женат на Никитиной скорее всего это правда фотографии с ребенком есть много друзей много друзей много подписчиков то есть видно что человек тоже популярный и собственно и правда очень популярный и собственно давайте попробуем поискать может у него есть канал то что блогеры это не только на канале это еще и текстовый там инстаграм и прочее но скорее да здесь он именно текстовый текстовый блогер и собственно давайте зайдем на его инстаграм ведь собственно в инстаграме в основном и обитают текстовый блогер но еще на твиттере правда ещё на тfilm в инстаграме 13,8к подписчиков в инстаграм в непопулярной сети в инстаграме непопулярной сети 13,8k подписчиков если ну я просто сейчас это скажем вот так то что цена одного подписчика в инстаграм приравнивается примерно к 10 подписчикам на youtube потому что в инстаграме куда меньше собственно этих людей которые заходят в instagram и к примеру вот телефон я был достал телефон нет у меня же есть калькулятор давайте собственно открою я калькулятор на компьютере и собственно чему будет равно нет я знаю конечно будет равно 13800 может на 10 но просто чтобы не было никаких сомнений калькулятор 13800 нужно если даже не будет короче это все умножайте все глупо ты нас точно 13800 на 10 все равно будет получаться 138 тысяч ютуберских ютуберских подписчиков переводя тоже будет больше чем у алены кокориной ладно на эту тему мы уже перестали разговаривать закончим на тему того что у нее мало подписчиков и теперь давайте поговорим на тему зрителей на они даби и собственно они даберов самих среди которых находится алена кокорина ника ленина собственно давайте и алена кокорина я вот от жуткий срач устроил в комментариях под постом даже вот я скину ссылку но меня там уже нет потому что меня забанились на сезурное выражение один раз написал сожалению но такие времена собственно я устроил такой жуткий срач просто жутчайший на меня набросилась наверное около десяти шакалов а не даберских я был в реальном шоке и меня забанили в группе прямо как только увидели этот мат серьезно я я чувствую что они просто ждали момент когда я как-то провинюсь под правилами кстати правил очень правило тут очень трудно найти серьезно я еле-еле мне показали как где это дети правил находятся потому что они находятся в меню группы а в меню тут не так то уж трудно не так уж легко попасть серьезно я и не нашел до сих пор как именно попадать в меню ну точнее я нашел но меню обычная кнопка меню и его найти его не видно кнопка меню они мне говорится вообще нигде кнопки меню и тут может конечно эти правила группы и типа там в 16 пункт это нельзя материться я конечно его мог оспорить но смысла нет никакого и это глупо но это конечно смысл в том что анкорд анкорд сам материться в некоторых своих озвучках и собственно почему тогда не должны материться мы если собственно материтесь вы такая вот такой вот вариант событий но конечно же это не даб и пусть он решает конечно что будет делать сам мы лишь потребители скажем так и собственно давайте дальше перейдем к тому и собственно какой был срач на меня накинулось около из как я уже сказал десяти шакалов они даба я именно свою шакалами это не люди это шакал какие-то я им приводил факты из которых они должны были давным-давно замолчать и принять мою реально сторону но это были такие вот люди это были не люди это реально были шакалы какие-то они были либо тупыми либо вообще какими-то странными и я вот сейчас вот скажу одно так я скажу на меня а мне собственно привели такой аргументный аргумент а почему собственно голосует за алену ник алену какой но как блогер года сейчас наверно вот а вот давайте вот вот давайте все а попробуйте вот сейчас угадать вот поставьте на на площадке а откажут вариант ответа поставьте на паузу предложите свой вариант ответа и я вам скажу правильный он или нет но что же давайте все кто хочет стать миллионером собственно программа начинается так давайте программа кто хочет стать миллионером начинается итак варианты так давайте вопрос по какой причине на сайте realmusicbox.ru интернационального музыкального телевидения за награду реальной премии musicbox как кандидат блогер года за что выбрали на первом месте алену кокорину вариант а хорошие блоги вариант б приятный голос и внешность вариант ц накрутка вариант д ничто из вышеперечисленного так вот теперь ставьте на паузу и угадывайте так так вот вы наверное уже отжали на паузу или вообще не ставили чтобы узнать правильный вариант вариант д ничто из вышеперечисленного абсолютно ничто знаете почему потому что за нее голосуют потому что она дабер серьезно и я приводил дважды наверное факт того почему нельзя ну вот именно в этом сраче почему нет смысла голосовать за блогера потому что он дабер и это была очень простая и понятная любому дауну скажем так фраза то что голосовать за ниху кокорину за то что она дабер в номинации блогер все равно что голосовать за 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 николая баскова за то что он певец но голосовать за него в президенты вот так вот это была возможно моя самая умная вещь которую я сказал в этом сраче потому что собственно когда я собственно там срался я чувствовал себя как я вот почувствовал себя на программе пусть говорят никто никому ничего не докажет все вокруг тупые хотят славы за то что их заметили и стоит посередине дяденька который меня забанил и ждет и ждет тот момент когда можно будет хорошо бац и забанить правильному человеку забанить правильного человека то есть пусть говорят это выключить микрофон там и собственно вот так я себя чувствовал я первый раз почувствовал себя как будто я на программе пусть говорят и если честно мне это не понравилось я такой больше я ни за что никогда ни в каких просто ситуациях не захочу попасть на пусть говорят пусть меня оклевечут пусть меня там не знаю там пусть меня девушка бросит какая-нибудь в будущем если я не пойду на пусть говорят пусть меня не знает там из колледжа очистит пусть что угодно я ни за что больше никогда такого чувства не хотел бы испытывать потому что это это реально ужасно то есть я реально я чувствовал как на меня орут 10 шакалов говорят свои какие-то доводы фантазийные и говорят что я не прав я не прав в большинстве напомню что в большинстве случаев таких ссор и срачей я прав если я это и я и правда серьезная тема потому что серьезные темы я очень люблю и я их реально очень сильно так вот разлагаю можно сказать на просто на по частям разлагаю вот серьезно потому что я люблю это делать и собственно я вот реально не мог ничего понять просто я сидел вот так вот у меня просто я писал я отвечал пытался как то уже не знаю там уже чтобы типа от меня уже отстали и сидел с фейспалмом как юлик наверное половину больше чем половина выпуска про про жану фриске и мдк то есть юлик там я помню он просто сидел там с фейспалмом и просто и там он даже чуть ли не смеялся уже и ларин там бушевал за сценой и если честно я себя чувствовал как юлик то есть я просто ждал когда это все закончится типа просто уже уйти там куда-нибудь нафиг скурить пачку сигарет но конечно я не курю и поэтому мне этого не грозило и ребят вот я собственно хочу сказать вот собственно к чему я вел вообще весь этот ролик то что ребят за любой красивой картинкой может скрываться самая подлейшая натура человека и в данном случае они даб себя показал как довольно таки алчная группа реально она очень алчная и вот этот real music бокс тоже показать себя как реально тоже очень алчная группировка потому что это не настоящая премия real music бокс потому что real music вообще мюзик бокса вообще такого нету понятия music бокс потому что интернациональное музыкальное телевидение и единственная награда за это это MTV Rewards в ней побеждают не только американцы забугорские жители в ней побеждают еще и жители страны СНГ если неправду постараются там также есть номинации здесь же в интернациональном как я уже сказал только русские только жители страны СНГ между прочим это интернациональные должны быть все а почему кстати они вот как бы сделали так чтобы не было забугорных кстати я вот давно это понял но только сейчас решил сказать тоже обдумывал пока говорил весь этот весь это все это видео и собственно почему же они решили не писать имена забугорных блогеров певцов диджеев а чтобы отмазаться полегче серьезно вот если вот выиграет Егор Крид до Егора Крида никто не достучится поэтому тоже отмазка певица года Полина Гагарина Полина Гагарина сама никому не нужна и собственно ей никто не напишет диджеи года смеш диджеи одни из самых скрытных наверное людей и до них тоже не достучаться группа года м-бэнд м-бэнд вообще я вообще сам первый раз слышу и как бы я не думаю что раз я в первый раз их слышу то иначе они во первых хорошие они кому-то нужны но кроме скорее всего так здесь написано 19158 проголосовавших то я скажу наверное скорее всего здесь настоящих около 5000 то есть как и везде в остальных местах рок года нервы нервы в последнее время уже тоже никому не нужны и собственно как они вообще попали вот в этом интернациональном музыкальном телевидении на эту премию рок года я сам понять не могу даже тот же самый сплин или мумий тролль даже больше бы подходили на это Игорь Сукачев бы тоже больше подходил чем нежели нервы которые уже реально никому не нужны хип-хоп года Нойз МС ну Нойз МС уже давным-давно не то что было раньше это не те песни которые реально хватали за душу и хотелось их петь заново и заново распространять как-то то есть у них был какой-то смысл смысл а сейчас то что сейчас вот жвачка и больше то песен то я особо и не слышал от Нойз МС современных то а раньше то что было это были во-первых приколистские песни это вот как то же самое это Устрой дестрой или Из окна и прочее там и те же самые всякие какие-то такие более смысловые песни как например Выдыхай Ты мое море и подобное и на самом деле я бы сказал то что ну СМС реально хорошая как бы группа и ничего бы о них плохого не сказал бы но собственно как бы я считаю то что уже это не то и но возможно среди русских это и правда лучше хип-хоп группа а дальше песня годы Эмбанд Эмбенд она вернется я еще раз говорю Эмбенд я вообще ни разу не слышал я вообще русских как бы она я как бы вообще стараюсь не слушать потому что русские певцы уже почти никому не нужны кроме русских локализаторов то есть это Меатрис и подобные вот они реально нужны некоторым людям но правда я тоже люблю послушать это в то есть как бы посмотреть послушать любую любимую песню в другой версии уже то есть например любимую песню на японском а бас и на русском то есть это тоже было бы очень прикольно дальше видеоклип года Эмбенд посмотри на меня уже второй раз уже третий раз Эмбенд и я как бы даже не удивлен о таком сайте Эмбенд уже третий раз альбом года Егор Крид Холостяк ну Егора Крида я знаю конечно это довольно таки хорошая вроде бы группа или это не группа нет это не группа это отдельный человек но у него там есть на фоне там инструменты и конечно же как я помню довольно таки хорошая собственно группировка скажем так потому что Егор Крид собственно это не только его заслуги скажем так но Егор Крид конечно я его не уважаю Дэнс года Сергей Лазарев это все она и тоже я вот даже почти не буду ничего говорить раскрутка Гоза раскрутка Гоза Джамбази на первом месте я даже не знаю в каком плане раскрутка Года то есть накрутка может быть даже я не знаю в каком это плане реально раскрутка Года так и я немножечко отошел просто прокричаться наверное прорыв Года как я уже сказал но я Эмбенд я вообще не буду ничего говорить уже пятый раз дуэт Года Найтана Тимати дерзкая Нейтан Натан как его называют ее и Кри и Тимати ты че такая дерзкая а вот эта песня дуэт Года я не знаю вообще что в умах иногда происходит у таких людей но ладно Креатив Года это время истекло имя 505 я слышал да от такой песни и сейчас я ее не особо слушал но если бы я и как креатив Года и дал бы первое место то к это Дэд Киду с его новым вообще альбомом и креативный вообще названием вообще то же самое потому что просто посмотрите на название Дэд Кид мудак офигенное название и она очень креативная но Блогер Года я не буду уже ничего говорить и Голд номинация телеканала Мьюзикбокс Григорий Лепс Григорий черт побери Лепс я бы сказал еще на остальных назвал это Земфира Стас Михайлов остальные номинанты но я просто уже потому что Григорий Лепс я уже ничего не могу не буду ничего говорить потому что это пипец это все то есть как я уже сказал это реально что-то реально свыше понимания обычных магглов наверное в каком понятии интернациональное музыкальное телевидение у этого сайта сайте если как я уже говорил то что около ну то есть проголосовавши всего проголосовала в 3-4 раза больше чем правильно должно быть потому что многие переголосовывали по нескольку раз за одного человека и давайте почитаем мне бы очень хорошо был бы сейчас калькулятор но под рукой ничего нету такого а нет есть у меня есть телефон что превосходно ведь он хорошо помогает ведь на нем есть калькулятор и давайте собственно посчитаем я не буду на особо сильное число делить то есть если как я понял уже некоторые проголосовавшие голосовали даже по 7 раз то из-за того что среднее число около 3-4 я поголосую я поделю даже лучше на 3 просто чтобы минимально вам показать и посмотрим 547 тысяч 134 делим на 3 ой твуд я умножил 547 тысяч 134 делим на 3 натуральных проголосовавших 182 тысячи 378 возможно даже и меньше потому что насколько вы cresweile я не могу точно знать сколько проголосовала сколько пришло сколько надо вычитать так я бы сказал уже это все делалиstop проголосовавшего стат temas 息 позвонив позвонив я уже узнать, сколько человек проголосовал вообще. Но это очень долго, это очень тяжело, во-первых, и вообще не имеет смысла, если мы уже имеем приблизительное число, это 180 тысяч и даже меньше. То есть, как я уже сказал, Анидаб, Ника Ленина и сам сайт Real Music Box показывают нам алчность, многие другие какие-то человеческие характеры. Не знаю, как еще, грехи, может даже скажем так. Я просто не могу ничего говорить уже, потому что, если честно, я устал. И мне придется сейчас монтировать и часть видео просто перезаписывать, потому что, скорее всего, меня в некоторых местах не было слышно. Но, надеюсь, нет. И плюс еще все это объединяет, потому что четыре части видео. И монтировать, как я уже сказал. Ну, на этом я, пожалуй, закончу, ребят. Это было довольно-таки серьезное видео, ребят. Надеюсь, вы отнеслись к нему серьезно. И название это, собственно, тоже показывает, что оно серьезное, это название. Я довольно-таки долго думал, и оно мне как-то, знаете, я думал, 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 как-то поостроумнее сказать. Но потом я придумал тоже довольно-таки остроумно, правильно, четко, то есть за ваше... Я забыл это слово. Но вы в названии уже увидите это слово, так что я не буду произносить. Так что смысл, вы это уже его видите. Ну, я не вижу, вы видите. Ну, собственно, на этом я закончу, ребят. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Я буду его делать. И, собственно, спасибо за то, что посмотрели. Всем удачного дня. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok